Советский Союз был мощный, неповоротливый, но державой, вооруженной, которую боялись и уважали. Любить нас не будут никогда. Да они и друг друга не любят. Что такое биполярность? Это две страны, которые сравнимы по своим экономическим потенциалам, по своему технологическим потенциалам, по своему вкладу в развитие мирового сообщества. Россия сейчас не находится в этом состоянии. Это альтернатива, полярность. В мире не должно быть, что какая-то страна считает себя хозяевами. Мы хозяева, мы решаем, кто, чего и где. Мы вам сейчас тут карточки ваши прикроем, ваши деньги. Кто вы такие, чтобы решать за нас? Вот эта полярность, она как раз создает безопасность. Все меряется в конечном итоге экономической мощью. Все, что делает Россия в этом мире замещаемо, просто для этого требуется время. И наша задача как раз не допустить этого замещения, смягчить, может быть, свою позицию, найти какие-то компромиссные решения, чтобы не усугублять для самих себя, в первую очередь, ситуацию. Страна, которая говорит с великой страной, как с ошкодливой собакой какой-то, это просто недопустимо. Поэтому и Россия не та страна, которая позволит собой так себя вести. Можем ли мы тягаться, и надо ли нам, главное, тягаться с современной мировой экономикой по ведущим параметрам? Нас туда вовлекли, нас туда втянули. Мы на 90% там и только на 10% в собственной стране. Нам бы решать свои проблемы.